Наша группа называется Комедритхом. В ней состоят 4 человека. Влад, Миша и Нурбол и я. Мы призываем других жителей нашего города заняться в волонтерство, так как на наших улицах бродит очень много бездомных животных, именно собак. Наша идея заключается в том, чтобы собирать материалы для будок, как проводить соцрекламу, чтобы призывать людей, ну и строить сами руки. Это логотип нашей группы, которую мы создали для помощи бездомных собак. На этом макете изображено наше представление о том, как мы будем помогать бездомным собакам. Люди, которые будут помогать собакам, станут их хозяевами. Мы, кстати, за кого приручили. У нас есть задумка приобрести свои семьи в волонтерской отделах, чтобы они помогали нам. Есть идея по созданию соцрекламы группы ВКонтакте. Мы можем провести соцрекламу на улицах города. И люди, которые захотят принять участие, смогут просто зайти в группу ВКонтакте, и там мы уже обсудим дальнейшие версии. Мы выбрали тему «Дети», потому что дети требуют к себе большего внимания. Мы должны помогать детям любого возраста, которым требуется наша помощь. Мы можем предоставить детям помощь в домашнем задании. Мы можем собрать группу людей, которые хотели бы приходить к людям и помогать с домашним заданием. Могли бы приходить дети, волонтеры от 15 лет. Дети-волонтеры будут сами приезжать в детские дома и в однице для помощи детям. Наш проект будет проходить в Казахстане, в городе Астане. Здравствуйте! Мы волонтеры Казахстана. Хотим рассказать, как мы планируем пропагандировать волонтерство в нашей стране. Мы хотим организовать беседу о волонтерстве, которая пройдет в наших школах во второй половине сентября. На беседу будут приглашены учителя и учащицы нашей школы. Наша цель – призвать людей к волонтерству. Для начала мы планируем раскрыть рекламные объявления, плакаты, о проведении беседы. Мы хотим объяснить людям, кто такой волонтер, для чего он нужен и почему стоит этим заняться. Провести конкурс на лучшие мысли о волонтерстве, создать презентацию волонтерства, а также продемонстрировать волонтерские дела. Взрывы народов, личба хоров, диагнозы мрак, онкология, церковь, неж. Наша группа хотела бы училищику МОЦДОТЫХ хоров, финансовый и моральный. Та проблема – заранее наше сердце, для того момента зэс был от чистого сердца. Мы в районе Казахстана. Алланды! Караганда! Астана! Наша помощь – сделать большой флешмот, на который мы будем спрятать участка и взбирать деньги у людей, которые могут ее дать на доброчинность. Например, на легкие дахоры. Мы тоже хотели бы створить Бога помощи, в котором все, кто живет, могут улучшить легкие забавки или тяжкие. Мы шли мужчинь. Нам больше потребуется помощь от организаций Польской, амбассаты и консулятов в наших местах, а также костелах. Нам больше потребуется твоя помощь. Добрый день! Меня зовут Мария. А меня Екатерина. Мы из Аллаты, и мы хотели бы представить наш проект о помощи бездомных животных. Как вы знаете, в каждой стране есть много бездомных животных, и волонтерство в каждой из них развито по-разному. Но волонтеров по всему миру объединяет одно – желание помочь. Быть волонтером не значит спасти всех прошлых животных на свете. Для начала можно взять шерсть, а лишь на дальние. Важная задача волонтера – это комметь, любить и ухаживать за животным. Неотъемлемая часть работы волонтера – это поиск работы нового дома. И помнить, что волонтера может дать кашля, ходе равнодушных судьбов других. Все люди часто используют в своей повседневной жизни жевательную резинку. Они не задумываются о ее пределе. Жевательная резинка содержит такое вещество – метанол. Оно очень опасное. Также жевательная резинка плохо меняет на окружающую среду. Особой опасности подвергаются птице. Так многие люди не упрасываются на резинке в урне. Когда птица хочет есть, но думают, что это хлеб. Лежат на ритм, крепают к ее клюву, но не может не есть, не пить и умирает. Поэтому мы просим упрасывать жвачки в урне, либо реже их использовать. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Каждому человеку приходит старость, и в этом возрасте он не может справляться со всем самостоятельно. Наша группа заинтересовалась вопросом помощи пожилым людям. Мы хотим уделить внимание пожилым людям, проводя с ними время, интересуясь им здоровым и помогать им в тяжелой работе. Осуществлять этот проект будем мы Роман, Сергей и Алексей. И мы уверены, что реализуем этот проект. День добрый! Мам на имя Валерия Скокшета. И теперь мы поговорим о нашем поливионе в способе на волонтериат. Мам на имя Валерия Станшин. Мы по возвращению в Казахстан хотели бы продолжать помогать детям из детского дома, так как дети должны чувствовать тепло, понимание и любовь. Еще мы хотим помогать детям, потому что мы и сами когда-то были детьми и более вспомним наше счастливое детство. И хотели бы подарить его ребятам из детского дома. Каждый достоин счастливого детства. К ценам! Помогать! Чечо! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...